Пластиковые стеклянные бутылки, коробки, пакеты и другие отходы. Все это не в контейнер для сбора мусора, а на несанкционированные свалки в городе Заволжье. Борьбу с этим стихийным явлением ведут регулярно, причем во всем городецком муниципальном округе. При этом на ликвидацию свалок выделяются внушительные суммы, которые могли бы пойти на иные, более благородные цели. Но из-за нерадивых жителей приходится заниматься этой работой. В настоящее время на территории района ликвидировано 15 свалок. Уже на подходе к ликвидации еще две свалки. Общие затраты на финансирование составляют около 4 миллионов. В том числе 3 миллиона это будет финансирование из средств областного бюджета. Несанкционированные складирования отходов, неправильные даже можно сказать складирования отходов, приводят к загрязнению всех компонентов окружающей среды. Это и почва, воздух, поверхностные подземные источники воды. В целом до конца года в рамках государственной и муниципальной программ по охране окружающей среды планируется ликвидировать 22 несанкционированные свалки объемом более 5000 кубометров. Но пока убирают один навал мусора, он появляется в другом месте. Особенно много несанкционированных свалок в лесных массивах. Судя по всему, эта свалка образовалась на землях Гослесфонда от жителей близлежащей деревни Косково. Старые вещи и строительный мусор говорят о том, что кто-то недавно справил новоселье или сделал капитальный ремонт. Но вместо того, чтобы вывезти мусор на специализированный полигон, бросил его в лесу. И если одни выбрасывают, то другие местные жители, любители природы, их находят. Вот как раз свалка, которую мы нашли недавно совершенно, рядом с которой мы сейчас стоим, вот как раз была обнаружена, гуляли по лесу с сыном, искали грибы. Мы в этом месте вообще часто грибы ищем, потому что место хорошее, грибное. Диссонанс, ты приходишь в лес, вроде и зелень, птицы поют хорошо, и тут раз и свалка мусора. Вроде так не должно быть. Так не должно быть, и за это нарушение предусмотрена административная ответственность. За сбор мусора с автотранспортных средств налагается штраф на граждан от 10 до 15 тысяч рублей, на должностных лиц от 20 до 30 тысяч, на юридических лиц от 30 до 50 тысяч рублей.